Приветствую! Меня зовут Айнур, я основатель и руководитель проекта Lingualio. Это веб-сервис для изучения иностранных языков. Сегодня мы хотим получить отличные новые идеи монетизации проекта, потому что аудитория растет, и у нас есть подозрение, что можно улучшить нашу стратегию организации. Собственно, и ради этого всего сегодня по методу Эдварда Дебона Олег Молчилянцев, организатор, основатель клуба мышления, проведет с нами такую сессию, в которой мы с вами все сможем участвовать. Я буду кратко. Я постараюсь объяснить, при чем здесь Дебона, при чем здесь Трис, и почему этот клуб мышления позволяет придумать то, что Айнур со товарищами не может придумать у себя внутри компании. Open Innovation – это тренд последних нескольких лет, который говорит о том, что, ребята, в мире живет 7 миллиардов человек. Большинство задач, над которыми вы бьетесь, они давно для себя уже решили. Просто вы об этом не знаете. А они не знают, что вам нужны их решения. Мы считаем, что решение задач состоит из двух этапов. Грамотная постановка – и это половина решения. И вторая часть – это, собственно, само решение. И чем больше здесь решателей, тем больше вероятность нахождения хорошего решения. Поэтому мы добавили к нашей программе методы мышления. Вот тут вот Эдвард Дебона, Трис, Дизайн Тиньки – это как раз правильные слова, которые позволяют сформулировать задачку таким образом, что она натолкнет вас на более интересные решения, более глубокие решения. Ну, собственно, я думаю, что на этом можно будет с презентацией закончить и приступить к самому главному. Коротенькая задачка из десяти вопросов. Первый вопрос. Опишите, кем и как Lingua Leo используется редко, нерегулярно, однократно. Не забывайте, мои вопросы созданы для того, чтобы натолкнуть вас на новые способы монетизации. Ну и последний вопрос для разнёмки. В каком случае разумно сделать Lingua Leo бесплатно? Вообще бесплатно. Борячок, Google бесплатно. Итак, я думаю, можно завершить. И теперь я хочу, чтобы вы выбрали те идеи, которые вы считаете достойнее предложить iNote. Счёт. Следующий. Так. А вот заказ может рассмотреться как, грубо говоря, поменять львенка на зайца, медведя и леопарды? В 2014 году? Да, и милиционеров, и мутко. Он даёт корпоративную версию для ведомства. Понимаешь, ты приходишь в милиции, милиция обязана будет учить английский к приезду. Да. Какая из идей правильная? Для этого в Open Innovation, в котором есть второй шаг. Теперь мы с помощью нашего собственного опыта постараемся выбрать из вот того списка, который я зачту, самую лучшую идею. Версия для корпоративных заказчиков. Учим милиционеров английскому языку. Больше всех фрикадельки хочет у нас Дмитрий Чернов. Да. Мне очень понравилось несколько идей других ребят. Думаю, Айнуру работы на ближайшие полгода прибавится. Очень понравилось. Пришла найти в глубинах своего сознания какие-то новые идеи для своего собственного дела. Ну, немножко поделилась с Айнуру для развития его дела. Ну, считаю, это очень полезным мероприятием. Заставляет мозг разминаться, мыслить и какие-то нестандартные идеи выдавать. Бало впечатлений. Спасибо. Ребята, собравшиеся с использованием всех этих ключевых вопросов, смогли выдать классные идеи. Значит, реальные несколько идей, которые, скорее всего, будем реализовывать уже в ближайшее время. Нам сейчас нужно такой большой пол очень свежих идей обработать, переварить, выявить самые перспективные и заняться их реализацией. Это классный результат.